Валерий Курасович Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Сегодня в такую классную погоду я хочу поговорить с вами о беге. Бег — это то, чем я люблю заниматься, то, что мне приносит большое удовлетворение. И когда вы участвуете в таком событии, как марафон, вы себя ощущаете частью какого-то огромного праздника, причем не просто участником, а каким-то активным участником. И когда вы пробегаете марафон, когда вы пересекаете финишную линию, вы ощущаете такой прилив энергии, такую мощь, вы чувствуете себя молодым, способным свернуть горы и вообще на огромное достижение в жизни. И для меня это вот такая энергия, которая намного больше, чем ты есть сам. Но я не всегда занимался бегом, не всегда занимался спортом. И вообще лет пять назад я вел совершенно другой образ жизни, прямо противоположный. Я сидел по 12-14 часов за компьютером, был офисным работником, и вся моя история со спортом, она была неудачной. Но я покупал абонементы в фитнес-клубе, может быть, кому-то это знакомо. И первый месяц это жутко мотивирует. Я занимался по 4-5 раз в неделю спортом. На второй месяц я начинал пропускать занятия, ходил все реже и реже. На третий месяц я понимал, чтобы мне начать заниматься, мне нужно эту карточку положить куда-то на очень видное место, чтобы когда я выходил, я на нее смотрел и вспоминал, что сегодня мне надо пойти на спорт. И чуть позже эти карточки начинали со мной разговаривать. И причем то, что они мне говорили, мне не очень нравилось. И чтобы этот диалог прекратить, я эту карточку прятал куда-нибудь под диван, чтобы больше не видеть. И так постарялся из раза в раз. И вот однажды мне позвонил мой друг и сказал, слушай, Миша, пойдем в горы. Говорю, классно, горы, я никогда там не был. А что для этого нужно? Говорит, ну возьми кроссовки и шорты, потому что внизу будет жарко. Возьми еще горнолыжный костюм, потому что наверху будет холодно. Да, еще возьми ледоруб. Зачем ледоруб? Ну не знаю, просто организаторы просят в горы с собой взять ледоруб. Ну ладно, поймем потом. Через какое-то время мы оказываемся в горах, и я вам могу сказать, для человека цивилизованного, для городского жителя это что-то невообразимое. Мы были в Непале, самые высокие вершины мира, необычайная природа, свежий воздух, необычная культура, к которой ты окунаешься. Все это тебя окутывает, и первые семь недель я шел под какой-то эйфорией, мне так все нравилось, пока наконец я не понял, что это не просто путешествие в горах, это непростая прогулка. И уже на тот момент из 15 человек двое или трое по каким-то причинам сошли. У кого-то заболела голова, кто-то себя плохо почувствовал, кто-то в принципе потерял мотивацию идти наверх, на вершину. И в этот самый момент я прекрасно помню, что у меня тоже наступил период, когда я потерял почву под ногами, когда у меня такое было разводнение, то есть я очень плохо, расфокусировка зрения, я очень плохо стал видеть вокруг, что происходит, смотрел только под ноги, и в голове была только одна мысль, что тебе пора сходить, что нужно выбрать просто какой-то камень, сесть на него, снять тяжелый рюкзак, попросить инструкторов, чтобы они тебя спустили вниз. И этот голос продолжал, то есть если ты сейчас это сделаешь, ничего страшного не произойдет, уже два человека, три человека это сделали, тебя никто не осудит, на тебя никто косо не посмотрит. И я уже выбрал камень, прекрасный камень, удобный, мне показалось будет в нем комфортно посидеть, отдохнуть. Я подхожу к нему с мыслью сесть, и вдруг в голове я услышал второй голос. И второй голос мне говорил, подожди, у тебя сейчас есть шанс, если ты сейчас не сядешь, у тебя есть шанс, что ты победишь себя, то есть у тебя будет маленькая победа над собой, ты продолжишь движение, и может быть ты не дойдешь, но спустившись с гора, у тебя будет победа над собой, у тебя будет история, которую ты можешь рассказать не только своим друзьям, но ты можешь передать это по наследству, рассказать своим внукам. Почему-то я о детях не подумал сразу, о внуках. И эта мысль меня так задела, и я подумал, действительно, что у меня на сегодняшний момент, какие достижения у меня есть, что будет интересного моим внукам услышать от меня. Но будет ли им интересно знать, что я по 12-14 часов провожу в офисе? Ну, вряд ли. Но будет ли им интересно, что я там фанатично строю карьеру? Ну, вообще неинтересно. Я подумал, что действительно для меня это шанс, один из немногих в жизни, зацепиться и пойти дальше. И мне повезло, я продолжил путь, и я даже дошел до перевала, до штурмовой вершины, когда нам оставалось всего один день пути на высоте где-то 5600 метров, и наутро, нас уже осталось, кстати, 7 человек, и наутро нам надо было штурмовать вершину. Причем мы должны были выдвинуться рано, в час ночи, в горы, оказывается, входят ночью для того, чтобы имели возможность спуститься, когда солнце еще светит, иначе это все превращается в смертельно опасное мероприятие. И мы за несколько часов до выхода узнаем, что наш инструктор, мастер спорта по альпинизму, не может нас сопровождать. До этого он упал и разбил ногу, и его путешествие наверх, оно сопряжено с опасностью, он просто не дойдет. Он поручил нас, дал нам в руки какого-то непальца, инструктора, который плохо говорил по-английски, он нас в час ночи повел наверх. И вдруг через пару часов мы слышим крик человека, мы подбегаем к нему, спрашиваем, что случилось? Говорит, знаете, я только что чуть не расстался с жизнью, чуть не сорвался в обрыв, и вот только каким-то случайным образом я зацепился рукой за камень, и вот поэтому я живой. И мы подбегаем к инструктору, говорим, неужели это настолько опасно, неужели вот это восхождение, оно просто смертельно опасно, неужели мы сейчас можем так же сорваться с горы? И тут мы узнаем, что мы потерялись. То есть инструктор, оказывается, он не так часто ходит в эти горы, он не знает маршрута, и в 3 часа ночи в полной темноте, находясь на высоте порядка 5700-5800, мы не знаем, куда идти дальше. Еще трое человек решают остановиться и спускаться вниз. Среди них был мой друг, который позвал меня в горы. Он сел, подозвал меня, сказал, Миша, я больше не могу, у меня физические истощения, я не дойду, я себя слишком плохо чувствую, чтобы идти дальше. И в этот самый момент у меня произошла в голове маленькая трагедия. То есть у меня до этого было всего 2 цели, 2 возможности, которые помогали мне идти дальше. Это один мой друг, он мой наставник, он мой мотиватор, он мне помогал, рассказывал. И вторая — это мысль о внуках. Я остался с одними мыслями. И с этими мыслями я шел дальше. Мы подошли к высоте 6000 метров, и одному из наших компаньонов стало плохо. Он сказал, что все, ребята, у меня просто нет сил. Тем более, когда он увидел последние 200 метров, в этот момент я понял, зачем нам нужен ледоруб. Это ответственная такая гора, 45 градусов. И чтобы на нее взобраться, одной рукой нужно держаться на канат, который протянул наш инструктор, а другой нужно этим ледорубом бить об лед, чтобы подтянуться и на несколько шагов стать ближе к вершине. И вот он сказал, оставьте меня здесь, я отдохну, когда вы спуститесь, я буду полон сил, чтобы спуститься с вами вместе. Когда мы вернулись, мы увидели его в полуумеречном состоянии, он практически лежал. Пока нас не было, камень с горы скатился, и упал ему в каску, пробил шлем, и у него стекала кровь. И мы на высоте 6000 метров, нам пришлось совершить спасательную операцию. Мы привязали его к себе на канатной веревке, несколько человек шло впереди, несколько взади, и на нашем пути попадались вот такие участки, где расщелина скалы и глубина 30-40 метров. И нам нужно пройти по узкой лестнице, которая меньше полуметра шириной. И каждый раз для нас это большой вопрос. Выдержит ли он, не потеряет ли он сознание, потому что он в полуумеречном состоянии, не упадет ли он туда? А если он упадет, то хватит ли нам сил, смелости и сноровки, чтобы удержать его, не скатиться вместе с ним? И все это очень сильно действовало на нервы. И тем не менее, при всей сложности, как казалось бы, этой цели, мне удалось, я зацепился за этот шанс, мне удалось забраться на вершину. И вы знаете, то, что я увидел, это был не просто пейзаж, конечно, это было восхитительно. Это самая высокая часть планеты, семитысячники, восьмитысячники, Эверест, там, на вытянутой руке, ты его видишь. И ты понимаешь, что это не просто, наверное, такое восхождение в физическом плане, это что-то, что в эмоциональном плане тебя поднимает. И ты, наконец, у меня в голове осозналась, пришло осознание, что вот, наверное, у меня есть теперь опыт, который я могу передать по наследству. Есть что-то классное, что я совершил в этой жизни, и я теперь могу этим делиться. И вообще у меня была такая мысль, а что, если помимо этого, что-то в жизни, кроме этих восхождений в горы, что-то есть такое интересное, значимое, что я могу делать в обычной жизни, и это было бы так же круто. И с этой мыслью, что делать дальше, я вернулся в свою городскую среду, сел обратно в офисное кресло, и, собственно говоря, продолжил заниматься тем, чем занимался раньше, то есть попытками заняться спортом, которые ни к чему не проводили. И это продолжалось целых два года, пока в один прекрасный момент не наступила ситуация. Мне нужно было быстро пообедать в силу очень плотного графика рабочего. У меня на это было очень мало времени, я решил, что мне нужно добежать там четыре этажа, чтобы пообедать в столовую. Я решил воспользоваться лестницей, зачем нужен лифт, быстрее добраться по лестнице. Я забежал по лестнице на четыре этажа, но я не смог пообедать. Меня трясло, меня прошибло на пот, у меня сбилось дыхание, у меня тряслись руки, и физически я был разобран. Но что гораздо хуже, я был разобран психологически. Представьте, только два года назад я ощущал себя на вершине мира, я был человеком, который забрался на 6200 метров, не каждому это было дано, а теперь я не могу забраться на четвертый этаж, чтобы пообедать. И в этот самый момент мне звонит друг, тот самый, и говорит, слушай, Миша, а я тут пробежал недавно Ironman. Я говорю, а что это такое? Ну вот вы слышали, а что это такое? Он мне говорит, ну вот надо 4 километра проплыть, потом ты должен 180 километров проехать на велосипеде, и потом ты должен 42 километра пробежать. И все это он сделал за 11-12 часов. Я подумал, слушайте, это тот парень, которого два года назад я оставил у подножия горы и пошел вверх на вершину. А сейчас получается, что это я на подножии горы, а он пошел вверх, а я остался там. Это очень сильно по мне ударило, и я понял, что мне надо что-то в жизни менять, мне нужен вызов, вот сродни того, что я испытал в горах. И я подумал, что Ironman — это вообще космос, это нереально. Я весил тогда 96 килограмм, и для меня поход в лестницу оказался там вызовом. Поэтому я подумал, что хотя бы я могу начать бегать. Ну, потому что кроссовки и шорты у меня уже оставались по ходу в горы. Мне для этого ничего не нужно было больше. Я нашел старт, зарегистрировался на марафоне. Я причем искал старт, который максимально близок к моему дню рождения. Я хотел себе сделать подарок на день рождения, подарить себе новую жизнь, наполненную яркими эмоциональными такими воспоминаниями, спортивную. Мне хотелось, чтобы это было именно спортивное. И я выбрал старт в Амстердаме. С этого самого момента полгода каждый день в моей голове жило два голоса. Один голос говорил, «Слушай, ты посмотри на улицу. Ты видел? Там снег, дождь, там плохая погода, там слишком жарко, там слишком сухо. Ты вчера не забыл, что ты пришел слишком поздно с работы? Тебе нужно поспать. Останься в своей тепленькой, уютненькой кроватке». И второй голос, который говорил, «Так, стоп, смотри, если ты сейчас не выйдешь, не пробежишь, не сделаешь свою тренировку, и сегодня этого не сделаешь, что значит, ты через полгода не пробежишь в свой марафон. Через полгода у тебя будет полная фиаско, ты спустишься с горы». И я вот на протяжении вот этих полгода, сколько у меня было до старта, я жил в постоянной борьбе с этими голосами. И, конечно, я не всегда побеждал, но я очень рад, что большей частью все-таки мне удавалось выходить победителем. И через полгода я оказался на своем первом старте в Амстердаме. Я ждал этого старта с трепетом, с большим надушевлением. У меня были очень большие ожидания от этого старта. Но когда я приехал и увидел стадион, на котором уже выстраивались спортсмены, я вдруг понял, что… Скорее всего, я зарегистрировался на какой-то другой старт. То есть, ну, меня не должно здесь быть, потому что я увидел элитных спортсменов. Там, кеницы, эфиопцы, здоровенные мужики, поджары, ну, которые явно не полгода назад начали спортом заниматься. Они этим занимались всю жизнь. И вот мне тут явно не место. И у меня начался дикий мандраж, и у меня был номер, 20 тысяч какой-то. И оказывается, что ты должен стартовать именно вот в зоне, где расположен твой номер. И проходя все дальше и дальше от элитной зоны, от первых участников, я выдыхал, потому что я уже видел там людей. И где-то около, как раз подходя к 20 тысячам, я увидел его мои. Живые люди, такие же, как я. Но видно было, что кто-то, наверное, первый раз. А когда я обернулся назад, я вообще подумал, боже мой, эти тоже побегут? Они-то на что рассчитывают? Там какие-то толстенькие дяденьки, старики, инвалиды. И удивительно, что они потом меня все многие обгоняли. Вот, и я выдохнул, и наконец-то расслабился, и начал получать удовольствие от старта. И первые 20 километров была вообще радость. Я смотрел на город, я смотрел на болельщиков, так все было классно. Ну, это первые 20 километров. Потом началась жесть. Я начал вставать, и к 30 километру я полностью потерял ориентацию. И у меня в голове было только, перед глазами было только одно. Я видел ноги. Я даже не уверен, что это был человек. Я просто помню, что вот эти ноги цвета молочного шоколада с белыми кроссовками, с красными крапинками, которые какой-то темп задают. Я вот за этот темп цепляюсь, как жертва, которая смотрит в глаза кобры. Я вот ничего не осознавал, я бегу прямо за ними. И где-то на километре 35, наверное, у меня произошла трагедия. Эти ноги, они на пункте питания остановились. Хуже того, они куда-то сели на обочину. Я остался наедине с собой и с мыслями, боже мой, что мне дальше делать? У меня единственный ориентир в моей жизни на тот момент потерялся. И в этот момент, может быть, я поговорил с Богом, я не знаю, но у меня внутренний голос был, что мне не нужно останавливаться, что попробуй преодолеть себя, вот эту сложность, которая сейчас возникла, побороть. Да, ты, может быть, не добежишь, в конечном счете упадешь, там к этим ногам, куда-нибудь рядом тебя сложат. Но ты попытаешься, по крайней мере, ты используешь этот шанс. И я сиснул зубы, километра до 37-38 просто терпел, ничего не помнил. Вот этот момент вообще из моей жизни выпал. Но я очнулся где-то на 37-38 километре, когда понял неожиданно, что осталось всего лишь там около 5 километров до финиша. Ну это та величина, которой ты по-любому добежишь. Ну ты даже если там не добежишь, дойдешь. Если не дойдешь, ну тебя донесут уже до финишной ленты. То есть уже все шансы на то, что ты финишируешь, они у тебя в кармане. И в этот момент я могу сказать, что вот у меня взорвалась бомба внутри эмоциональная. Я посмотрел вокруг, я увидел болельщиков, я увидел бегунов. Я стал всех любить. Я обгоняю, начинаю подбадрить. Если до этого меня все обгоняли, то я стал всех подбадрить. Говорю, ну давай ты тоже сможешь. Видишь, если я смогу, то и ты сможешь. И вот на этой эмоциональной волне я просто не вбежал, я влетел в финишный створ, я пересек финишную ленту. Я был настолько безумно счастлив, что посмотрев голубое небо Амстердама, я подумал, что, наверное, я знаю о себе чуть меньше, чем до этого мечтал. Что у меня вот этот порог, что я могу, он немножко выше, чем я когда-то даже в самых смелых мечтах думал. Я посмотрел на это голубое небо, я подумал, ну, может быть, тогда я и Айронмен смогу сделать. С тех пор я преодолел три Айронмена. Я преодолел пять марафонов. Я пробежал дистанцию общей сложностью где-то половина экватора Земли. И знаете, что я понял? Я понял, что на самом деле я ошибался. Я бежал не ради какого-то общественного признания, не ради того, чтобы что-то себе доказать, даже не ради внуков, как оказалось, а я бежал ради того, что ответ на этот вопрос пришел где-то через полгода. Я возвращался с утренней пробежки, и вдруг я осознал совершенно четко, что все это время я бежал один, совершенно один. Со мной не было бегунов, которые бежали бы со мной, и у меня не было бегунов, которые бежали навстречу, еще не так давно в Казани не так много бегали. И я ошеломился мыслью, я понял, что я знаю собачников, которые гуляют по утрам с собакой, но проблема в том, что я не знаю, как зовут их, но я знаю, как зовут собак. Потому что от одной мне нужно убегать, а другую я могу игнорировать. Я был в состоянии одиночества, я был один. И вот сейчас я бегаю с одной большой мечтой, что когда-нибудь через 40 лет, когда я буду одевать свои любимые кроссовки и выбегать в парк, чтобы побегать, я буду не один. Будет много людей, будет много людей, которые бегают, и будут бегать, будем бегать все мы. Спасибо.